Почему так происходит очень часто, что люди талантливые, люди интересные, приходят в сетевой маркетинг, и у них не получается бизнес. Вы знаете огромное количество таких примеров в различных компаниях. И заметьте, ничто не мешает людям преуспевать в компаниях разных, с разными продуктами, с разными маркетинг-планами, с разными президентами, в разных странах, по всему миру. И точно так же ничто не мешает людям не преуспевать в тех же самых компаниях. Получается, что причина не в компании, причина не в продукте, причина не в маркетинг-плане, причина не в стране, причина не в вашей национальности. Не в том, мужчина вы или женщина, а причина по большому счету в самом человеке. В самом. О чем я говорю? Вы знаете, когда мы начинаем свой бизнес в сетевом маркетинге, очень важно четко понимать, что вы хотите добиться и как это сделать. То есть вот не запутаться. И мы об этом с вами сегодня поговорим. По большому счету сетевой маркетинг это очень простой бизнес. И в этом его проблема. Почему? Потому что я помню свой первый год, когда я пришел в сетевой маркетинг, свои первые несколько месяцев, я считал, что я обязательно должен быть экстраспециалистом в области сетевого маркетинга, в области продукта, в области приглашений, в области рандеву, проведения первых встреч. Я изучал все продукты, я изучал все буклеты. И это безусловно важно для понимания. Но очень часто, если вы работаете с продуктом, который позволяет людям похудеть, нужно просто говорить им о том, что это стоят такие деньги и у этого есть такие результаты. И этого достаточно. Очень часто для того, чтобы подписать людей в бизнес, нужно не обладать какими-то суперэкстраординарными способностями для того, чтобы, вы знаете, как-то так, очень по-профессорски проводить рандеву. А достаточно очень просто показать маркетинг-план, показать, как зарабатываются первые тысячи евро и показать результаты людей. Вот простота – это ключ. То есть это ключ к успеху в сетевом маркетинге. Именно простота. Повторяемость. Сегодня многие из вас, может быть, сидят и думают, ну сейчас он нам расскажет какой-то свой суперсекрет, как делать бизнес. Давайте допустим, да, то есть что у меня такой секрет есть. Как вы думаете, я его приобрел? То есть однажды ночью я спал, открылись окна, значит, зашуршали занавески, и появился архангел сетевого маркетинга и сказал мне, я сейчас тебе страшную тайну расскажу. Или вы думаете, что однажды я копался в своем огороде, нашел граиль сетевого маркетинга? Или, может быть, вы думаете, что все лидеры сетевого маркетинга, зарабатывающие больше 100 тысяч долларов в месяц, это вообще на самом деле и не люди, а представители одной какой-нибудь суперрасы, которая оставила своих потомков на земле, и вот они объединились в одной индустрии. Но, согласитесь, это как-то очень смешно звучит. Так вот, давайте зададим себе вопрос, что объединяет всех этих людей? Почему кто-то преуспевает в сетевом маркетинге, а почему кто-то не преуспевает в сетевом маркетинге? В чем причина? Наверное, первоисточник, надо задавать вопрос, что делают люди, преуспевающие в сетевом маркетинге, и чего они не делают. Но он может сказать, как что делают, но делают они много, они встают рано утром, пьют кофе или поздно вечером, кто-то ложится поздно, кто-то ложится рано, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то живет в США, кто-то в Канаде, кто-то в России, кто-то на Кипре, кто-то еще где. Люди делают очень много. Но давайте зададим себе вопрос, что совершенно точно все эти люди делают? То есть мы можем, скажем так, предполагать, что кто-то из них любит кофе, а кто-то из них любит чай. Вы знаете, меня умиляет сейчас очень модная такая тема ВКонтакте, в Фейсбуке писать всякие перлы. Недавно мы с Гульнарой Княжевой разговаривали на тему того, что когда мы начинали сетевой маркетинг, у нас таких перлов не было. И каждый такой, знаете, какой-то там притча, какая-то история успеха или какая-то история вообще в принципе, или какой-то перл, какая-то звучная сочная фраза, они собирались покрупиться. На сегодняшний день это доступно каждому. Откройте Фейсбук и каждый день куча сетевиков пишет какие-нибудь очень часто банальные вещи, а очень часто и неполезные вещи. Допустим, чтобы быть успешным, то есть надо пройти через трудности. У меня возникает нормальный вопрос. Вы пришли проходить через трудности или вы пришли преуспеть? В чем цель? То есть что вы выберете сейчас? Получить сразу успех и доход, скажем, 100 тысяч долларов в месяц? Или нет, вы скажете, нет, 100 тысяч долларов в месяц я не готов. Мне нужно сначала 5-6 лет прострадать, чтобы я ощущал, что я их прострадал. Чтобы мне потом на барбекю можно было друзьям за шашлыком, за рюмочкой коньяка или водочки рассказывать о том, как однажды вот нам было тяжело и трудно, и я все это прошел, поэтому я успешен. Что вы выберете? 100 тысяч долларов сейчас сразу каждый месяц? Или очень долгий трудный путь и в конце как награду? Ну, ответ очевиден. Каждый выберет, безусловно, естественно, результат сейчас. Тогда почему в жизни мы выбираем все по-другому? Нам обязательно нужно обоснование успеха. И вот это, кстати, очень ключевая проблема. Поймите одну простую вещь. Вам ничего, никому не надо доказывать. Если вы успешны, вы успешны. Если вы не успешны, вы не успешны. Вам не надо доказывать, что ваш успех вы заслужили. Потому что вы его просто заслужили. Просто фактом того, что вы родились. Или как вы думаете, что каждый раз, когда человек родился на земле, он по факту заслуживает огромное количество несчастья. И он должен пройти весь этот очень трудный путь для того, чтобы как-то изменить свою карму, а потом у него все началось. Да простят меня те люди, которые очень любят эзотерику и все остальное. Но я понимаю, что я сейчас как-то вам немножко разрываю мозг. Но я вам открою очень простую и очень страшную тайну. Как я уже сказал, ключ, извините меня за тавтологию, он в простоте. Что совершенно точно делают все преуспевающие люди в сетевом маркетинге? Они составляют список имен. Они приглашают людей. Они проводят первые встречи. Они отслеживают этих людей. Они приглашают их на вторые встречи. И они умеют заключать контракт. Следующим этапом они уже умеют работать с новичком. А для того, чтобы работать с новичком, нужно составить список имен. Вместе с ним приглашать людей на первые встречи. Вместе с ним проводить первые встречи. Вместе с ним отслеживать людей. Вместе с ним приглашать на вторые, проводить вторые. И начинать работать с новичком. Вот это ровно то, что вам нужно для того, чтобы зарабатывать. 10-20 тысяч долларов в месяц. Это минимально в сетевом маркетинге. Больше вам не нужно ничего.